Всем доброе утро! Мишенька, поздоровайся! Это Мишенька. Драивает ванну. Причина, потому что к нему приходят друзья. Я просто хожу и командую. Всем привет, всем хорошего дня. Добро пожаловать в гости. Сегодня мы отмечаем второй день или вторую часть Мишиного дня рождения. И по этой причине проснулись мы немножко раньше, чем обычно выходной день. И всем я раздала ЦУ. У меня прям бумажка, и на ней написано 8.15 Миша убирает ванну, Елисея чистит овощи, Виктория делает завтрак, потом 9.15 мясо в духовку, нарезать салат, начинять тарталетки. Я просто готовлю. Очень все легко, где-то за полтора часа до прихода детей. Я все успею, потому что блюда у меня такие, что что-то надо запечь, что-то надо нарезать, а все, что нужно было отварить, я заготовки сделала вчера, даже для Жюльена. Я вчера еще стушила грибы с курицей. Поэтому пока что хочу очень кофе, но вчера я его себе не купила. Виктория с Елисеем уйдут сегодня в кино, когда к Мише придут дети. Виктория, когда участвовала на День влюбленных, там был конкурс, у них разный, ей вручили сертификат на поход в кинотеатр, на любой фильм или любой мультик до 4 апреля. И вот сегодня, мы вчера позвонили, да, сертификат, типа даже сертификаты там делились черный, красный, вот у нее красный, это классненький, мы так поняли. И Елисею мы, ну просто Елисей купит себе билет, а Виктория по сертификату идет, плюс там попкорн, что-то еще купят. А дети, когда придут, мы тоже с мужем уйдем куда-то. Детей придет 11-13 человек. Придет 13 подростков, вернее даже не подростков, а девушек и юношей. Придет 13, это само 13. А, да. Молодые растущие организмы, и эти молодых растущих организмов мне нужно накормить. Будь здоров. С днем рождения. Все. Я пошла. Я только рекомендуешь всем, как всегда. Всем привет, друзья. У меня, мне исполнилось 18 лет, как все знают. Сегодня я празднуют свой день рождения, на 3 дня позже. И позвал 12 человек, но ко мне никто не пришел. Пришла только Ласка. Сидит, ждет, когда накроет на стол. Да, Вася, ты... Скоро... Скоро, Вася, мы с тобой пошикуем, поедим так смачно. Хорошая кошка. Сидит, ждет, когда ей что-то перепадет. Ну что, погнали жить этот день со мной. Первую часть дня я драйвил, ну, вы все сами видели. Поздоровайтесь, ребят. Привет. Привет. Я думала, что это будет... Привет. Подай колу, пожалуйста. Подождите, а еще кто-то был шпионом, или только Илюха? Кто еще был шпионом? Ты один шпион? Ого. А мама тут организовывает все. Отнесете так, чтобы оно не выкрылось? Посередине. Иди, освободи место, папа несет. Сейчас я шашечку даю, и все. Он просто... Я мертв. Я следитель. Так не сядь делай, чувак. Ты должен продолжать смотреть по кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Я. Четыре, пять. Назар. За, за, за... Мишка, мы уходим. Вам счастливо оставаться. Мы с Мишей пришли в кафе попить кофе. Я пью американо без кофеина. Миша просто сидит в телефоне. Дети дома. Миша с кофеином. А? Миша американо. Да, Миша американо с кофеином. Дети дома. Весело. Я только отслеживаю, что происходит в квартире по их... По сториз. То есть они в инстаграм вставляют сториз, и я могу видеть, что там. Мальчики играют на приставке в FIFA, а девочки в Алиас. В общем, им там весело, и нам надо часика-два где-то побыть, чтоб не дома. А потом пойдем домой, и дальше будем организовывать сладкое, фрукты, и поедем уже на территорию, где будет пинг-бол у них. Мы пришли домой. Стол на столе, разгордеяж. Так, поели хорошо шашлык, тарталетки поели, оливье не трогали, и вот этот салат, получается, не зашел детям. Но зато поели Рафаэлки все, Миш, прикинь, детям нравится вот это вот необычное. Обычно, знаете, как всегда готовишь стандартно оливье, там какие-нибудь окорочка или шашлыки, потому что какие-нибудь такие мынтусы дети не едят. А вот здесь поели жилье в тарталетках, поели Рафаэлла с крабовых палочек такой салат формированный. И шашлычок хорошо ушел. В общем, молодцы. Сейчас они поехали на пинг-бол, а нам с Мишей нужно собрать фрукты, забрать торт, еще напитков. И мы едем там же на пинг-боле в здании есть кафешка. Я там заказала еще пиццу, чай они будут брать по факту. Сейчас мы туда еще повезем все. Полчасика передохнем и поедем. Вот в этом здании сейчас бегают дети мешаные гости. И мы сюда пришли с фруктами, с тортом. Сейчас попозже в кафешке покажу вам тортик. В здании холодно, мы сказали одевайтесь, но там им еще и костюмы дадут. Думаю, им понравится. Сюда нам хочешь? Ладно. Добро пожаловать в карте и пинг-бол. Эхо тут петь. Они приклеили вот эту штуку. Я знаю, они сейчас так делают, чтобы она не ездила. Эпи безды, Мишка. Лапа. Возьми там, вот эту, возьми. Вот это, сюда, а в этот будет на мусор. Хорошо. Я забыла, потому что я забыл заразить. Они же, получается, я не в каждой, потому что они взяли, съели и дальше накололи. Правильно? Да. Мак, снимать еще? Или хватит? Ну, пока хватит. Добрый вечер! Ну, зашим, пишет кейся. Нормально все. Супер классная игра. Спасибо Мише и семье, и семье, она приедет. Как вы поиграли? Хорошо. Рекомендуйте. А что тут долго? Потому что мы путь кередили. Если бы так, то Карен бы уже не играл через 15 минут. Нет, расстрелял? Он бы расстрелял. Он за 3 минуты первую сотню выстрелил. Зачем? Ну, я же впервые играю, я не знал. Я тоже не знал, но я две сотни вот свои. Мне потом скинули, я игр 5 играл на 10-15 патронов. Молодцы. Окей, там уже открыто. Спасибо. Быстренько перегиваемся за стол. Пепсенки? Идем за стол, смотрим, что у нас там. Наша мама уже все приготовила, что это мерзло. Ох, я забил. Там холодно. Ну, конечно. Посередине режем. Это не середина. разница между ютубом и инстаграмом есть. Что? Что вы понимали? Разница между ютубом и... Что ты творишь? Ура! Ура! Ест! Ура! Мы сходили в кинотеатр, потом пошли кушать, типа, денег человек не много, и надо было куда-то их потратить. И пошли потом кушать, я такая, давай Макдональдс, пошли Макдональдс. А всем, как известно, что в Макдональдсе очень дорого. Но все-таки решили, пошли. Я уже заказала через там специальные, как в Польше, помнишь, такие экранчики. Ага, сейчас уже везде такое сделали. Экранчики, я, там есть выбор заплатить картой или заплатить, ну, на кассе заплатить. Я уже отдохнула. Лисеев встал? Нет. Нет. Давайте, делайте уроки. А я уже физику вчера сделал. Молодец. 5 утра. Я устала, я даже не могу встать. Надо хоть это с людьми попрощаться. Как вы поняли, мы с Мишей уже дома. Миша с детьми поехал еще на мафию. Мы заказали игру мафии, они поиграют и потом все по домам. Он наслаждается просто своим днем рождения и даже ничего не снимает, даже не выкладывает в сторис, в инстаграм. Мы, вот это я, что поснимала, то и останется у нас, в принципе, как на память. Мы дома и я только сейчас поняла, что я проголодалась и еще я очень захотела мороженое. Поэтому... А, я тоже. Ничего. Поэтому сейчас покушаю, поужинаю, буду кушать мороженое и вязать. Хотела покрасить еще волосы, потому что седая уже вся седина, но пока что нету сед. ты у меня молодуха. Молодуха. Все, всем пока. Спасибо, что вы заходите в гости, смотрите видео. Пока. Я все-таки собрала силу воли в кулак и натушила голубцов вечером, на завтра. Первый раз за все время купила голубцы именно полуфабрикаты. Не знаю, понравится или нет, никогда не брала, но решила, как вот так вот, когда такая ситуация, попробовать. Сейчас вот тут надо еще прибрать и все. Дочь, кто? Давай, Шон. Хоть и сил было мало, все равно я их собрала, натушила и теперь уже со спокойной совестью пойду полноценно отдыхать. По такому принципу я живу довольно как бы часто у меня такие вот поступки или как сказать, что если хочешь, чтобы завтра было хорошо, нужно постараться сегодня. И как бы я собрала всю свою силу, то есть если надо, идешь и делаешь. Что, Дочь? Давай. Миша? Я сказала, что они еще играют. А, да? Он уже выключился. Ого, еще играют. Игра еще идет. Еще в мафию играют. Я представляю, какие дети там вареные уже, просто уставшие. Я уставшая какая. Что я говорила? Что по такому принципу вот стараюсь жить, что если что-то надо, чтобы было завтра хорошо, то об этом нужно сегодня подумать. То есть мне на завтра нужен обед, поэтому сегодня, несмотря на усталость, встала, собралась, сделала, потому что надо. И это, кстати, хороший пример детям, я заметила, потому что почему вот Миша утром беспрекословно встал, убрал ванну, Виктория там начистила мне лук, морковку, покормила кошку, потому что они видят, что как бы я не устала, все равно тоже, да, я там встала и делаю, потому что надо. Муж пошел, сел, работает тоже. Ну, и как бы такой хороший пример детям, а иначе с них и не спросишь, если сам будешь лежать. В принципе, я пожертвовала только где-то полчаса отдыха. Теперь приживаю, главное, чтобы голубцы понравились, потому что это будет в связи со втрут. Все, теперь уже пока. Пока.